Портал детали Главные новости Израиля и мира Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Разбор полетов» Сегодня веду я, Михаил Горин Мои собеседники, израильские журналисты Марк Котлярский и Марк Горин Коллеги, я вас приветствую! Приветствую! Здравствуйте, друзья! Вот сегодня, когда мы с вами разговариваем, в четверг, 25 апреля Президент США Джо Байден и лидеры 17 государств В их числе Великобритания, Германия, Франция, Канада, Аргентина Они обратились с прямым призывом к Хамасу, к его руководству Немедленно освободить 133 заложника, которые удерживаются в секторе Газы С 7 октября прошлого года, когда, напомню, боевики Хамаса вторглись на израильскую территорию, Устроили резню и увели свыше 200 израильтян и граждан других государств на территорию сектора Газы В своем призыве они объясняют, как это будет воспринято, как это будет все хорошо для палестинцев, для сектора Газы и так далее Ну и, естественно, для заложников Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд Этот призыв, что называется, для галочки Ну вот надо как-то проявлять свою активность лидерам государств, чьи граждане, напомню, тоже находятся среди заложников И по поводу чего им все время поступают запросы от их избирателей, к властям этих стран Так вот, это что называется для галочки Или же тут все, что называется, совпало или вызвано конкретным моментом Потому что Израиль практически каждый последний день официальными заявлениями подтверждает, что он готовится к реальной операции в Рафиахе Против которой, напомню, выступают те самые американцы, тот самый Джо Байден и руководители тех самых государств, которые я перечислил Или же, наоборот, это все делается в соответствии с планами Израиля, совместными И таким образом Хамас пытается подтолкнуть к новым переговорам по заложникам Которые, как известно, были практически заморожены после того, как Хамас сначала отверг американские условия А потом выдвинул свои, которые были, ну, просто дикими и совершенно неприемлемыми, о чем признали даже американцы Ваше мнение по этому поводу, Марк Котлерский Я думаю, исходя из той информации, которую мы получаем Что все-таки это согласованные действия И это еще один вариант, попытка подтолкнуть Хамас к совершению сделки Тем более, что буквально за 10 минут до того, как мы начали записывать эту программу Прошла информация о том, согласно которой Вроде бы наметились какие-то контуры сделки И сделка, опять была информация, что все-таки состоится Несмотря на то, что предыдущая попытка ничем не закончилась То есть это еще одна попытка мирным путем решить эту проблему И не довести ситуацию до взрывоопасности То есть до пиратской европейки Вот И Хамас это прекрасно понимает Потому что он тоже маневрирует И в частности сегодня же, когда мы записываем эту программу Было заявление заместителя лидера Хамаса Гази Лидера Яхья Сенуара Аль-Халила Который сказал Выкинул совершенно идиотские требования По поводу того, что да, хорошо Мы согласны идти на перемирие На пятилетнее перемирие При условии, если будет создано политическое государство И Израиль вернется к границам 1967 года То есть как бы требования заранее Заведомо не реализуемые И сегодня же комментируя эту ситуацию Арабист Вихи Искеле Человек, один из лучших арабистов Израиля Сказал, что если мы будем говорить по-прежнему О политическом государстве Это значит, что мы проиграли войну после 7 октября Поэтому я думаю, что это все изменяя одной и той же цепи Которая готовит нас к тому, что все-таки Операция в Рафверхе состоится Более того, если вы обратили внимание Было заявление Хамаса тоже Я не помню, то ли Сенуара, то ли кого-то из них О том, что они не знают, где остальные заложники То есть максимум, что есть у Хамаса Это порядка 40 человек То есть где еще 93 человека Живы они? Не живы они? У кого они находятся? Хамас сам заявил, что он не знает Что он располагает на данный момент И в формации только 40 заложников Да? То есть И поэтому я думаю, что Так или иначе Но то, что Я просто закругляюсь, да, Миш? Да То, что ты говорил Это звенья одной цепи Которые готовят нас К неминуемой операции в Рафверхе Я думаю, что этой операции не играть Спасибо, Маргорин Я вот с давними товарищами Коллегой Марком Котлярским Согласен не во всем Но я согласен с ним В принципиальном подходе В том, что Соединенные Штаты Демонстрируют заинтересованность Причем Я по-человечески склоняю считать Что в этой заинтересованности Есть значительная гуманитарная составляющая Просто Они нормальные люди И глупые, и неплохие люди Относящиеся к Израилю Я имею в виду лидеров Лидеров С народом, например, другая ситуация Вот Я вполне вижу в этом Но там есть и интересы Потому что Действительно Заложники Ну это вообще ужасно То, что они есть И потом они просто мешают Политике Соединенных Штатов И ее политике В взаимоотношениях с Израилем Я не понял, что значит Согласованное по языковой скам Наверное, с Израилем Понимаете Значит, говоришь с Хамасом На мой взгляд Это все равно, что говорит Шакал Мы имеем дело с хищником Которого надо либо убить Ему убить до тех пор Пока он не выпустит Из зубов Свою страшную кровавую дамы Ничего другого С ним сделать Но его можно пугать Там Горящий головнеой Или еще чем-то И вот для этого Испуга И вот предназначены И слова Которые, наверное, воздействуют На переговорные инстанции Я имею в виду Катар В Египет Это может другая история Име в виду Катар И чувствуется По ряду, так сказать Заявлений И симптом Катар занервничал И свои симпатии Хамасу Начал Как-то Обуславливать Какими-то все-таки Какими-то приемлемыми И какими-то смыслыми шагами Со стороны опеку Опекаевая им Хамасом Много лет опекаем Надолго до этих событий Вот И Вполне возможно Что это возле Кутить Потому что Действительно Вот Опять соглашусь Что действительно Появились очищения И информация Подтверждающая Такое мнение То есть От возможности Сделки Я бы О самой сделке О ее возможности Я бы не говорил Но о ее возможности О приближении К ней Возможно Это опять вовко Но с другой стороны Мы же видели Что определенные Аргументы Возьму в кавычки Действительно Заставили Хамас Отпустить Десятки Заложников В свое время Это же Реально Значит Отпустили Значит Есть Меры воздействия Я исключаю Что это Какие-то Гуманитарные Чувства Внутри Самого Хамас Абсолютно Теоретического Нужного Аргументы Как с любым Зверем Если Долго Бить по голове Если не удается Застрелить сразу То может быть Он как-то С добычей Ну смотри Полгода Уже бьем Пока Как бы Результат Не очень Да Ну вот Результат Не очень Тут у меня Есть претензии И к нашей стороне Но Сейчас просто Нет времени Это обсуждать Они у меня есть И я думаю Что Не только у меня Ау Да Прошу прощения Сбой был Ну Фронт Борьбы За освобождение Заложников Есть еще один И он не менее Как бы Драматичный Я бы даже сказал Трагичный Это Борьба Которую ведут Семьи заложников Например Опять-таки Вот сегодня Когда было Обращение Джо Байдена И когда мы С вами Беседуем Семьи заложников Накануне Восемь часов Не пропускали Гуманитарные Грузы В сектор газа Больше того Они Заставили Вытащить Грузы Из одного Из грузовиков В общем Все это было Тоже очень Драматично А 24 Это получается Вчера Вечером После того Как Хамас Опубликовал Видео С задолжником Гиршем Гольдеберг Полином На котором Видна Его Ампутированная Рука После Этого Вспыхнули Протесты Которые Организовали На которые Вышли Семьи Заложников В Иерусалиме Там Собрались Сотни Демонстрантов Которые Устроили Акцию Протеста У частной Резиденции Премьер-министра На улице Азы Они Требовали Заключить Сделку С Хамасом На любых Условиях Ну понятно У людей Беда Поэтому И Требования Их Крайние И вот После этого Министр Связи Шлома Карай В своем Твите В сети Бывшем Твиттере Так его Помнят Сегодня Называется Сеть Икс Он Резко Раскритиковал Демонстрантов Карай Назвал их Цитата Подлецами Это уже Вне цитаты Цитата Заканчивается Которые Считают Что Снова Цитата Не бывает Эффективного Протеста Без нарушения Общественного Порядка И чем Его больше Тем лучше Конец Цитаты Должен Напомнить Что Во время Вот этой Акции Протеста Вчерашняя Которая Я говорил На улице Азы В Иерусалиме Демонстранты Разводили Костры На проезжей Части Запускали Петарды Поприкидывали Мусорные Баки Ограждения На проезжую Часть Переворачивали И так далее Скажите Пожалуйста Как вы Ко всему Этому Относитесь Может быть Так и надо Потому что Как у нас В Израиле Устоялась Такая точка Возвращение Что Если Ведешь Себя Просто Выходишь С плакатиком На улицу Там Свободу Тому Та Или Дайте Мне То Та Тебя Никто Не Видит Не Слышит А Если Ты Бьешь Окна То Тогда Тебя Видят И Слышат С другой Стороны Говорят А все Должно Быть По Закону А С Третьей Стороны Говорят Что Вы Хотите От Этих Несчастных Людей У Которых Родные Близкие 200 Дней Там В темноте В туннелях Где-то Там Живут Да Вам Слово Марк Отлерский Вопрос Очень Сложный Как Говорил Один Мой Знакомый Я За Любой Кипер Кроме Голодовки Я Считаю Что Люди Должны Иметь Полное Право Высказывать Своё Мнение В любой Форме За Исключением Той Когда Они Начинают Переходить Некую Черту Вот Мы По-моему С моим Коллегой Моим Старым Другом Мариком Глайнером Как-то Обсуждали По-моему С тобой Да Марик Помнишь Этот Инцидент С Юликом Эдельштейном На Комиссии Когда К нему Подскочил Один Причём Как Что Интересно Показали Кусочек Вырезанный Где Значит Эдельштейн Говорит Подскочившему К нему Одному Из представителей Семей Заложников Уф Мей Найм То есть Как бы Скройся С моих Глаз Он Ему Говорит На Иврите То есть Был Непонятно Чего Это Вдруг Корректный Юлик Эдельштейн Вдруг Разражается Такой Тирадой Гневной По отношению К человеку Который Казалось Которого Родственник Близкий Находится А потом Оказывается Выяснилось Что Как всегда Бывает Что истина Находится В совсем Другой Плоскости На самом деле Началось Это все С другого Этот человек Подошел К Юлику Эдельштейну И сказал Что Ты не хочешь Этем заниматься Потому что Ты не знаешь Каково это Сидеть в тюрьме Он сказал Это человеку Который Сидел Три с половиной Года В концлагере И поэтому Понятна реакция Юлика Потому что Он сказал Уф Мейнаем Скройся с моих глаз Вот это Я называю Переходом Последней черты Кому Кому Говорить Но только Не Юлию Эдельштейну Который Отрубил Три с половиной Года В советском Концлагере Это лишь Казавцы Знал об этом Не важно Знал Не знал Но сам Факт Того Что он Не тому Адресовал Вот Это Оскорбление Я считаю Это оскорбление Он должен был Знать Он должен был Хотя бы Прочитать в гугле Это легко Гугл Есть для этого Заходим Гугл Твой близкий Человек Твоя родня Сидит Более 200 дней Непонятно Где Непонятно Как Непонятно Что с ним Происходит Тем более Вот то что мы Увидели С этим парнем А ему 23 года Всего 23 года Вот это Гирша Этот Полин Гольберг Кстати У него Помимо Израильского Еще Американский Граждан И этот ролик Американцы Даже получили Раньше Чем Хамас Опубликовал Его Понимаете То есть Я понимаю Этих людей Я к сожалению Хочу сказать Что Вот эти Чрезмерные Как бы Да Это Жест отчаяния С одной стороны С другой стороны Я считаю Что есть Определенные Силы Которые Используют Эмоции Этих людей Чисто Только В свою пользу И вот это Печально Потому что Я считаю Что Что бы ни делали Эти люди К ним не должно Быть никаких Претензий Эти люди Именно Близкие Семьи Заложников Все Кто Вокруг Них Пасется Это все Люди Которые Так или иначе Наживают Политический Капитал То есть Надо разделять Этих Людей У которых Действительно Близкие Родные И члены Семьи До сих пор Находятся в газе Вопрос Почему это Произошло Я думаю Это вопрос Вообще На отдельную Программу Мы не будем Сейчас об этом говорить Мы говорим О самом факте Да А факт К сожалению Он есть Он есть И я считаю Что Должна быть Какая-то Все-таки Граница Которую Нельзя переходить Потому что Иначе Это начинается Уже Анархия Иначе Это уже Начинается Драки Иначе Начинается Столкновение Иначе Проливается Кровь И иначе Недалеко Вообще До гражданского Противостояния И вообще До гражданской Войны Вот этого Сейчас Допутить Нельзя Это второй Момент И третий Миша Я прошу прощения Да-да Пожалуйста У тебя есть время И третий Я хочу сказать Еще одно При всем Моем уважении И понимании Того что Чувствуют Заложники Я хочу Вернуться Адресоваться К тому что Сказал Марик Горин Я с ним Совершенно Согласен Невозможно С Хамасом Заключать Никаких сделок И об этом Говорят Все рабисты Все как один Которые Прекрасно Понимают Ментальность Добиться Чего-либо От Хамаса Можно только И полностью Тотального Уничтожения Хамас Тотального Давления На Хамас То есть Как правильно Марик сказал Если долго Бить по голове В конце концов Он выпустит Добычу Это единственный Выход Никакие Ни переговоры Никакие уговоры Никакие сделки Ни к чему Не приведут И мы это видим Мы это видим На глазах Да Один раз Это сработало В какой-то степени Потому что Хамасу Надо было показать Что он Типа готов Переговорам Он готов Готов Уступать В чем-то А дальше Это может Не сработать И это пока Не срабатывает Только Тотальное Уничтожение Хамаса Приведет Наконец К освобождению Заложников Я в это верю Спасибо Марк Горин Тебе слово Ну Раз уж я тут Спасибо Был упомянут В личном плане Тем более В взаимоотношениях С таким Уважаемым Чем-то Юлием Дельштейном Я Поясню Немножко Свою позицию Потому что Марик Озвучил Самою Я Имею честь Быть лично Знакомым С Юлием Дельштейном Почти 30 лет И Нас В свое Время Связывало Очень Такое Тесное Очень Заемоуважительное Сотрудничество Личное Сотрудничество И В моих Я С огромным Уважением Отношусь К этому Человеку И Как Фигуре Политической И Лично Несмотря на то Что Здесь В моих словах Нет политической Отрасли Потому что Более четверти Век Как мы Голосуем За разные Партии И Я Ту партию Которую Сегодня Представляет Юлия Дельштейн Не вызывает Во мне Интереса И симпатии Жучно Да В общем Никогда Не вызывал Юлия Тогда Когда мы Сотрудничали Юлии Тоже Не Был Той Партию Которую Он Сил Вот И Вот Чтобы Звергить Вот эти Свои 40 секунд Которые Трачены На эту Тему Я хочу Сказать Что И Тогда Когда Я Беседовал Об этом С Маликом На Экране И Тогда И Сейчас Я Считаю Что Человек Такого Ранга Политик Такого Ранга Такого Уровня Культуры Как Юлик А я Знаю О чем Говорю Пусть Мне Погреть В Официальной Остановке Служебной Не Должен Был Тем более Говоря С таким Сущим Скажем Так Не Должен Был Произносить Эти Слов Ему Ему Надо Пересогнуть Переступить И Подняться Над Пришли Тем более Что Возможно Вполне Что Его Несчастный Собеседник Не знал Этих Подробностей Его Биографии Которые Действительно Украшают Биографию Юлика В смысле Мужественного Человека Вот Такое У меня К этому Факту Отношение И тогда И сегодня Теперь О Смысле Сказано Малик Сказал Что Это Очень Сложный Вопрос У него Нет Решения Неоднозначных Да и вообще Никак Потому что Люди В такой Ситуации Я сейчас Не могу Точно Вспомнить Имя Но Просто Ветеран Героический Ветеран Израиля Подобность Женщина Подобной Ситуации Человек Абсолютного Авторитета Кричал Что Если С моим Сыном Такое Случится То Я буду Выть Белугой И кататься В ногах У премьер-министра Чтобы он Отдал Все Чтобы Освоить Моё Сын Я заранее Заявляю Что я требую Чтобы он Не слышал Моих Мопли И криков Матери Которая Попала В такую Беду Не слышал И не Снул За ним Эти Эти Кто попал В эту Страшную Беду Бухов 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 Север Рост Близкие Люди Я даже Не могу Представить Что было Со мной Перезвел Леба Вообще Такое Известие Вот Теперь Что касается Политиков Ну да Я помню Как инвалиды Перекрывали Дороги Ведущие В аэропорт Я требовал Чтобы их Остановили Потому что Люди Которые Опаздывают На самолеты И совершенно Не виноваты Перед теми Что Правительство Относится К инвалидам Без должного Уважения Никаких Интерес Безобрать Да Закон Желательно Нарушение Закона Все зависит Что это за нарушение Если Они перекрывают Дорогу Скорой Помощи То Их надо Остановить Если Они Перекрыли Дорогу Тем Кто едет На Там На Прогулку Я думаю Что к этому Надо отнестись С пониманием И властям И тем Кто вынужден Была Остановить Я бы Понял Вот То есть Это Все Конкретно И все Это Зависит От Людей От Тех Кто Принимает Решение Хочется Надеяться Вот Миша Просто Спросил Вопрос Который Конкретно Что мы Думаем Вот я Думаю Что здесь Все Зависит От Мудрости Культуры Человечности Что ли Разума И тех Кто Ходит На такие акции Протеста И тех Кто Ну Вольно Или Не Будет Вынужден Остановить Потому Что Если Они Прочатся На Полицейского Не дай Бог В кавычке Полицейского Там С Камнем В знак Протеста То Их Надо Остановить Это Независимо Ну Понимаешь Извини Я тебя Перебью Ситуация Ты Хотел Конкретный Пример Приведу Конкретный Пример Примерно Неделю Или Десять Дней Назад Во время Одной Из Таких Одной Из Первых Таких Наиболее Драматичных Развивающихся Толпа Протестующих Также Пыталась Ворваться В эту Частную Резиденцию Нэтаньягу С факелами Тогда Это Еще Впредь Назвали Факельным Шествием Их Не Смогли Остановить И Последним Барьером Перед Ними Были Частные Не Частные Вернее А Личная Охрана Нэтаньягу Которая Не Дала Им Войти И Как Было К Этому Относиться Вот Представим Себе Чтобы Они Проникли Туда Вот Что Бы Произошло Они Ж Туда Шли Не Для Того Чтобы Письмо Ему Вручить Это Опять Таки Вопрос Риторический Нет Я Отвечу Это Важно Я Полностью Сочувствую Членам Семьи Завод Меня Не Вызывает Уважение Политические Политические Ну Так Сказать Установки Позиции Сегодняшнего Премьер Министра Не Вызывает Откровенно Но Врываться В частный Дум Независимо От того А тем Более Пример Министра Облаченного Особым Государственным Вниманием Секретом Врываться В частный Дум Это Нельзя Никому Самым Людям Самым Вызывает Самое большое Сочувствие Нельзя Их надо было Остановить Остановить Если бы не Отдумали Значит Остановить Так Чтобы Остановились И для меня Это совершенно Надо знать У меня Нет внутренней Дискуссии А можно Либо нет Нельзя Да Нельзя Хорошо Коллеги Спасибо За этот Разговор Напомню Что в нем Принимали Участие Израильские Журналисты Марк Котлярский И Марк Горин Всего вам Доброго И Хаксамер Спасибо Спасибо Спасибо